Друзья, всем привет! Я Сальников Роман и вы на канале Декортье. Ну вот настал тот момент, когда мы будем говорить с вами про оформление кухонного окна с балконной дверью. Вы очень много в комментариях нас просили дать рекомендации, как правильно оформить такое окно. И сегодня мы не будем говорить, если у вас большие апартаменты, большая кухня или гостиная совмещенная, и есть возможность сделать любой вариант. Сегодня мы поговорим про тот случай, когда у вас действительно небольшая кухня, стоит кухонный гарнитур практически впритык к кухонному окну, еще и есть балконная дверь, которая ведет на лоджию балкон, и, допустим, справа небольшой простенок. Как же правильно оформить такое окно, чтобы действительно было удобно этим пользоваться и выглядело красиво? Итак, давайте посмотрим, какие варианты у нас существуют. Ну и, конечно, первый вариант, который приходит на ум, это сделать римские шторы. Условно, что мы делаем? Мы на окно ставим одну римскую штору, на дверь другую. И такой вариант возможен, он действительно лаконично смотрится, но здесь существует несколько «но». Такой вариант подойдет, если у вас, во-первых, есть сверху простенок, куда можно убрать римскую штору и спокойно открыть балконную дверь, либо сверху есть глухая фромуга. И, конечно, если у вас есть много терпения, потому что вам придется долго и часто поднимать эту римскую штору, чтобы воспользоваться дверью. Поэтому заранее подумайте, стоит ли это того или нет. Как правило, из практики я вам скажу, что те, кто оформляет таким видом окно, практически никогда не опускают римскую штору на зоне двери, а она практически всегда поднята, иначе просто это неудобно. Есть еще один вариант. Если вы оставляете на окне римскую штору, а на зоне балконной двери, используйте штору обычную портьеру, которую можно сдвигать спокойненько вправо, и вы очень быстро получаете доступ к своей двери. Но здесь очень важно, чтобы эти две портьеры, римская штора и портьера, дружили между собой. Поэтому я рекомендую использовать как минимум одинаковые ткани и какие-то соединяющие элементы. Это может быть кант, который сделан по горизонтали, либо по вертикали, и хорошо смотрится вместе. Также будет хорошим вариантом, особенно если у вас нет запотолочной ниши, сделать какой-то объединяющий элемент сверху. Во многих кухнях очень классно смотрится ламбрикен, и здесь вы спокойно можете его использовать. Второй вариант. Если вы действительно прям совсем экономите место, и вам еще нужен доступ на подоконник, и вы не хотите запариваться, чтобы открывать, закрывать, то есть вы хотите, чтобы у вас, например, окна всегда были прикрыты, и при этом можно было спокойно пользоваться вашей дверью. Такие варианты тоже существуют. Тогда вам нужно выбрать любой механизм непосредственно с креплением на окно и на балконную дверь. Какие механизмы это могут быть? Самые простые – это, конечно, горизонтальные жалюзи. Они очень хорошо крепятся на раму. Единственное, не выбирайте толстые жалюзи с большим выносом, потому что иначе вы не откроете балконную дверь. Также классно то, что вы можете закрыть ламели, сделать их с небольшим поворотом и получить рассеивающий свет, либо поднять совсем, и тогда у вас будет полный вид. Второе. Вы можете использовать рулонные шторы. Рулонные шторы я тоже рекомендую делать либо с тросовыми направляющими, либо мини-кассеты, где у вас рулон спрятан в верхний короб и есть боковые направляющие. Это позволит пользоваться и окном, и балконной дверью, даже если у вас опущена рулонная штора, и она не будет громыхать, отходить, и можно даже открывать на проветривание. Третий вариант. Это плессированные шторы. Плессированные шторы, на мой взгляд, идеальный вариант, потому что имеют чуть больше декоративности, чем все остальные. Более того, вы можете использовать как плотную ткань, так и прозрачную, а можете соединить две вместе. Это позволит вам закрываться и от солнца, и делать, допустим, рассеивающее приятное освещение на вашей кухне. Согласитесь, это очень удобно. Ну и еще такой вариант. Это римские шторы с креплением на раму. Да, такие тоже есть. Обязательно посмотрите про такие римские шторы в нашем видео про механизмы для римских штор. Какие еще варианты существуют? Ну, вот смотрите. Допустим, у вас есть механизмы, но вам точно не хватает какой-либо декоративности. Тогда можно, особенно если у вас позволяет хоть чуточку пространства, дополнить ваше окно тюлевыми шторами. О чем я говорю? Когда у вас на окнах механизмы, а сверху весь проем закрыт тюлем с разрезом, допустим, по центру. Вы можете спокойно распахнуть, открыть вашу балконную дверь, закрыть, и у вас получается на самом деле уютно оформленное окно. Мне нравится такой вариант еще и потому, что у вас нет никакой дробности. У вас получается единое пространство, рассеянный свет, и действительно это, наверное, самый уютный вариант. Также мой вам лайфхак. Если вы считаете, что тюль прозрачный и смотрится совсем одиноко без портьеры, и знаете, еще часто есть так, что под вашим подоконником есть некрасивый радиатор, который хочется прикрыть, и его может быть видно через тюлевое полотно, я рекомендую разбить ткань, ну, само полотно на две части. Сверху вы делаете полупрозрачное, а снизу или двойной подворот, либо более плотную ткань. Это привнесет и немножко дизайна, и уюта в вашем помещении, и сделает комбинацию более красивой. В продолжении темы оформления механизмами в сочетании с какой-либо шторой, я еще рекомендую рассмотреть такой вариант. Допустим, у вас есть механизмы, они вас устраивают по функционалу, но, опять же, не хватает немножко декоративности. И вы можете использовать не только тюль, а можете использовать декоративную штору. Ну, допустим, у вас как раз простенок, а, кстати, еще я знаю, что часто на этом простенке проходит стояк, который тоже хочется прикрыть. Мы там делаем декоративную портьеру, и вы никогда этим не будете пользоваться. Это просто ваши декорации, это просто уют на вашей кухне. А весь функционал остается на механизмах, на раме. Ну, друзья, и совсем, пожалуй, не традиционный вариант, но который тоже имеет право на существование, это японские шторы, или японские панели, как еще называют. Безусловно, они не к каждому интерьеру подойдут, но если ваш интерьер, например, как бы, да, располагает к таким шторам, то вы не пожалеете. Причем они могут быть как плотные, как рассеивающие, так и их сочетание. Чем они хороши? Они занимают мало места, очень лаконично смотрятся, и, опять же, идут от потолка до пола. Да, это не такой усеченный вариант, как римская штора, но все-таки не так много места занимает. Вы можете комбинировать, загнать все ваши панели вправо на простенок, и тогда ваше окно будет спокойно, со спокойным доступом и света, и доступ на балкон. Либо можете закрывать как плотными панелями, либо сочетанием плотной с прозрачной панелью. То есть у вас такая комбинация, которой вы можете играться и менять настроение в помещении. Ну и в заключении хотелось бы сделать акцент на некоторых ошибках, которые часто допускают. Первая, наверное, самая глупая и самая обидная ошибка, это когда заказывают большую рулонную штору, жалюзи, либо римскую штору, которая объединяет себе и окно, и балконную дверь. Получается, что ее делают высотой до подоконника, и выглядит это немножко комично, когда у вас в пущенном состоянии, видно часть двери, ну, мне кажется, так лучше не делать. Частой ошибкой также является, как я уже говорил, выбор механизмов, которые крепятся на раму и на дверь большого выноса. Ставят обычные рулонные шторы, либо жалюзи 5-сантиметровые. Этим самым вы точно не откроете вашу дверь и жутко пожалеете, и вам захочется поменять такие механизмы. И еще обидным является, когда вы ставите римскую штору, а у вас сверху нет необходимого пространства для того, чтобы потом спокойно пользоваться дверью. Вам все время придется либо поддевать вашу римскую штору, либо вам надоест, и вы тоже поменяете эту модель. Друзья, ну и пожалуйста, не делайте штору со сборкой до подоконника. Это выглядит ужасно старомодно. Ну а на этом все. Красивых вам интерьеров, красивой уютной кухни. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а если вам нужны красивые шторы, вы знаете, куда обращаться. До скорой встречи. Пока.